Валентина Гудалина и Ольга Феоктистова Дети бегают с удовольствием, родители с ними гуляют, зона очень хорошая Такое внимание к парку и перемены в лучшую сторону – заслуга самих жителей, убеждена Ольга Феоктистова В госуслугах, где только возможно, мы за нашу территорию обязательно голосуем И дети там приезжают, и мы их заставили тоже проголосовать Мы всегда участвуем, потому что это наша жизнь, это жизнь наших детей, внуков Голосование жителей имеет результат, и вот видите, его на лицо, как сказать, можно посмотреть Поэтому призываем всех голосовать, участвовать в общественной жизни И будет вам счастье, и будет вам красота в нашем городе Работу по благоустройству второй очереди парка планируют завершить уже к концу лета Уже сейчас здесь можно увидеть очертания будущей прогулочной зоны и новых клумб Под землей проложены кабели уличного освещения, техника насыпает грунт под новые зеленые насаждения Благодаря активным жителям парк Воронежские озера уже второй год подряд является одним из лидеров общественного голосования На данный момент в парке сделан уже первый этап благоустройства Который включает в себя входную группу с Московского шоссе, а именно реконструкцию фонтана Также на данный момент сейчас ведет благоустройство второго этапа парка Воронежские озера По словам представителя подрядной организации, на сегодняшний день выполнено 30% от общего объема Работы ведутся без выходных Благоустройство, которое включает в себя, это устройство газонов, замена газонов с автополивом Устройство пешеходных зон, устройство уличной мебели, современная система освещения общественной территории В этом году парк на Воронежских озерах снова вошел в рейтинговое голосование за благоустройство В рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда» Голосование продлится до 31 мая на портале 63.городсреда.ру Еще можно поучаствовать в жизни своего города и успеть оставить свой голос за один из 20 общественных пространств Самары Благоустройство городов в приоритете у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова Высока роли самих жителей в этом вопросе, отмечает глава региона Благоустроенные города – это имидж региона в целом Повысить привлекательность Самарской области, сделать города комфортными и удобными и для местного населения, и для туристов Такую задачу ставит перед органами власти губернатор Самарской области Галина Топилина, Петр Паломеев, События